Я был в сотне различных школ на пансионе. Это пять звезд. Это способ зарегистрироваться? Умно. А это для чего используется? Для общих собраний? Когда он звенит, его слышно во всем доме. А что если проспись? Какое-то наказание, санкции? Британские школы и пансионаты с проживанием детей уже давно стали визитной карточкой британского среднего образования. В подобных британских школах учатся и живут не только иностранные дети, но и сами англичане. В том числе те, что голубых кровей. Один из ярких примеров это Итанский колледж, в котором учились и жили во время своей учебы 16 премьер-министров Великобритании. И даже принцы Уильям и Гарри. Что интересно, условия проживания даже в самых дорогих школах-пансионатах Англии весьма скетичны. И в этом заложен свой определенный смысл. Посмотрев это видео, вы сможете сами оценить условия размещения студентов в известной школе-интернате Англии Блоксом Скул. Привет, Энн! Школьное общежитие. Это Энн. Рад встречи. Каждый проходит здесь, записывается и выписывается, и мы точно знаем, кто где. Это важно вести учет. А здесь всегда есть фрукты? Да, фрукты, хлеб. А там наш дом. Сколько у вас в общежитии девочек? У нас 61. Думаю, у вас 59. Да, у нас не очень большое общежитие. Да. Павел на беду. И полочка для передач. Да. Рада встрече. И я. До свидания. Множество соревнований между домами. Музыка, спорт. Прямо как в Хогвартсе, да? Да. Как в Гарри Поттере. Гриффиндор получил кубок школ. Вы не играете здесь в Хогвартсе, нет? Нет. Нет. Гарри Поттер поевал свитч. Да. Гриффиндор выиграл. Здесь множество общих комнат. Вот одна из них. А, ну очень уютно. Очень по-домашнему, да? А это маленький настольный футбол. Да. Очень уютненько. Да. Хоть какую-то комнату можно посмотреть. Сейчас нам покажут комнаты, но сразу хочу предложить вам после просмотра этого видео пройти по ссылкам в описании на другие выпуски, посвященные школе в Англии Блоксомскул. Интервью с директором школы и интервью с Виталией, русскоговорящей ученицей школы. Отдельное видео, посвященное оснащению школы. Видеоэкскурсия по кампусу, школьное меню и многое другое. Все ссылки будут в описании под этим видео и там же будут подсказки того, как можно связаться с нами в компании Мариаде, для того, чтобы получить свою бесплатную консультацию и помощь с поступлением. А, то есть это не твой дом, ты здесь не живешь. Это их основная общая комната. Здесь очень классно. Здравствуйте. Здравствуйте, рад встрече. И милая кухонька. А им разрешено готовить? Да, да, например, на выходных. Если хотят, да, что-то себе приготовить. Испечь печеньки, брауни. Очень милая кухня. Очень мило. Знаете, я был в сотне различных школ на пансионе. Знаю. Это пять звезд. Это новая комната. Эта комната достаточно новая, да. Эта комната. Так что мы будем смотреть в твоем комнате в Вилберфолле. Потому что... И ты говоришь о том, что мы там не можем. Это не важно. А, вот здесь, как раз таки, пожалуйста, девочка из Китая. Лиза. Знаешь Лизу? Лиза, одна из наших русских девочек. Лизу не знаешь. Елизавета. Я не слышала о ней. Елизавета, да. Елизавета? Да, да. Я знаю. А, у меня. Читение... Стойте, Виталий, я не знаю, потому что здесь еще одна есть русская девочка. Тут была девочка из Эстонии, она выпустилась в том году. Ага. Ну ладно, вот твоя задача найти Лизу будет, Елизавета. И с ней познакомиться. Наверное, я о ней слышала. А в каком она классе? В четвертом или пятом. Вот почему я не знаю. Думаю, в четвертом. Она гораздо младше тебя. Да. И она позже приехала. Это один. Мы поснимаем, но не пойдем в комнату. Хорошо. Увидимся. Мы пойдем за тобой, Виталия. Пусть идет первая. А, здесь ключи. Это способ зарегистрироваться. Умно. А там лежит все, что приносят на ваше имя. Это личный ящичек. Хорошо. Понятно. Давай посмотрим на вашу общую комнату. Да, она вон там. Так, заходим. Думаю, нам меняют сейчас диваны. Хорошо. Я с тобой завезли новые диваны. Здесь общая комната. Привет. Привет. Окей. Тоже столько места. Как говорят в Британии, можно котом помахать. Да, помахать котом. Так много места, чтобы ты можешь пахнуть котом. Столько места, что можно покрутить кошкой. Ты должен быть милым. Как большому любителю кошек, лично мне эта крылатая английская фраза не нравится. Но действительно, места достаточно и вполне уютно. Вам не кажется? Напишите в комментариях. И не выключайтесь, Виталий из Москвы нам сейчас покажет свою комнату. И у них там также кухня. Сейчас они в процессе замены диванов, указов и ковриков тоже. Да, здесь коврики будут. Мне тоже очень уютно. Мне нравится. Здесь, наверное, смотрят фильмы. О, да, конечно. И наверху малая комната тоже. А здесь их кухня. Ну, тоже кухня. Она чуть меньше, чем в другом доме. Ну, тоже плита. Это, наверное, индукция, да? Да, индукция. И снаружи тоже есть плита. А можно ходить в магазин за продуктами? Да, так как в школе хорошо кормят, они не часто ходят. Но можно, конечно. Внутренне так много еды. Можно ходить. Понятно. Это хорошо для самостоятельности. Интересный стол для пинг-понга. Немного шире, чем обычно. А здесь все дни рождения. А, когда у тебя день рождения, Виталия? 11 декабря. А? Декабря? Где, 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 декабря? А, что за цвет тут не написано? А, вот она. Вита. Тебе Вита называют? Да. Ну да, Виталия. Здесь все занятия среди недели. Ну, петь яблочки, бананы, мандарины. Всегда можно перекусить фруктами. И также есть хлеб, молоко, масло. Да, каждое утро. И сыр. Они всегда голодные. О, да. Ну и все, работаем на учеников 50 на стенах. Когда у тебя ланч? В час 55. Обед в час 55. Ты, наверное, очень голодная. Да. Привет, девочки. Здравствуйте. Так, заходим в комнату Виталии. Да, ну очень уютненько тоже. Свой умывальник? Да, это хороший бонус. А все на шестой форме живут одни или только последний год? Нет, вся шестая форма. Вся шестая форма, хорошо. А студенты помладше? Они будут в общей комнате. А сколько человек максимум? Наверное, шесть, семь. Затем на следующий год четыре. В пятом классе два. И шестая форма один. А, окей. Фит форма – это 14 плюс лет. Они уже по двое живут. Все зависит от возраста. На мой взгляд, для иностранных студентов лучше жить с кем-то, особенно первый год. Да, можно жить с кем-то, если хочешь? Это на выбор. Хочу, да. А твоя сестра, она в этом доме, да? Мы просто в другой комнате живем. Да, внизу. Внизу, окей. Ну, классная комнатка. Комната на двоих с 14 лет и на одного с 16 лет. Но удобство на этаже. Лично я не вижу в этом особых проблем, рассматривая этот вопрос с позиции родителей. Кстати, мои дети учатся в британских школах с первого класса. Если будет интересно узнать, в каких, расскажу уже во время вашей бесплатной консультации и также могу рассказать про школы, в которых у старшеклассников в комнате есть свои душевые и туалеты. А это для чего используется? Для общих собраний? Когда он звенит, его слышно во всем доме? Он очень громкий, да? Да, точно. А что если проспить? Какое-то наказание, санкции? Ты не проспишь, потому что звонок очень громкий. Да, могу представить. Или есть кто-то в комнате, кто тебя разбудит. Или друзья придут. Вы идете на спорт? Да. Хоккей? А спорт разделен по сезонам. Сначала хоккей, затем что-то другое? Да, мы занимаемся надболом. Все, можете идти. Уголок питомцев. Да, очень мило. Нет у тебя домашних животных? Змея. Змея? Что-то надо бы повесить. Я хотела, я бы все забывала. Забываешь? Вице-казахстан. Увидка, я имея. Нужно повесить ее фото в уголок питомцев. Спасибо за просмотр, за ваш лайк под видео. Не забудьте пройти по ссылкам в описании на другие выпуски и оставить заявку на одном из наших сайтов на свою бесплатную консультацию. Пока. Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее. Путешествуй по миру вместе с нами.